Уже с нового года будем ездить по-новому. Медленнее. В городах со скоростью 50 км в час. Допустимый люфт плюс 10 км. Повторюсь, это то, что заработает уже через месяц. Кроме того, депутаты могут дать зелёный свет и другим новациям, а именно, значительно ужесточить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Наверное, это правильно. Всё-таки в Украине наказание за преступления на дорогах самые мягкие в Европе. Но не это наибольшая проблема. У нас в стране нет должной системы контроля, как литый страха перед неотвратимостью наказания. Мы решили провести эксперимент и показать, как будут работать новые дорожные правила в наших реалиях и по каким правилам ездят в странах, на которые мы равняемся. Погодные условия у нас сегодня ещё те. Дождь, снег. Нужно быть очень внимательными. Вот даже машина предупреждает. Может быть, скользко. Проехать в Киеве в час пик без нарушений практически невозможно. Чтобы не тянуться в пробках, а пролететь, так сказать, с ветерком, водители часто занимают полосу общественного транспорта, перестраиваются без поворотников, подрезают, а то и вовсе на встречку выезжают. Вот у нас здесь не получится. Отбойник. Но всё равно голову нужно крутить на 360 градусов. Из-за чересчур самоуверенных или неосторожных аварий в Киеве буквально на каждом шагу. Вот сводка только за полдня окололёда. Нам информацию прислали где-то по поводу 40 ДТП, а так, в общем, по Киеву их больше 150. Вот двое не поделили дорогу. А вот что-то с патрульным. А этому Ягуару повезло ещё меньше. Иномарка врезалась в забор. Скорость-то не было, ничего не было, чтобы, то есть, лететь. Оно ударилось на дерево и остановилось. И поворачивался на бок машины. Нынешняя погода лихачам не способствует. Но сколько штрафы не повышают, уверенные эксперты, гонять не перестанут. Самое главное не повышать штрафы, а делать штрафы неотвратимыми. То есть, чтобы водитель понимал, если он проедет по проспекту Победы со скоростью, например, 90 км в час, это ему будет стоить там 5000 гривен. Ехать или ползти 50 км в час. С такой скоростью мой спидометр здесь, на набережном шоссе, ещё не знал. Улица без светофоров, её специально выбирают водители для того, чтобы доехать быстро. Ну что ж, проведём эксперимент, как это будет после Нового года. Так, 50 км в час. На всякий случай цеплюсь в руль, пусть все думают, что я ученица. Терпения водителей надолго не хватает. Ситуацию смогут исправить местные власти, говорит эксперт Владимир Караваев, разрешив на отдельных улицах ехать быстрее. Хотя патрульным эти 50 только на руку. Конечно, будут сидеть в кустах, будут измерять там скорости. У них сегодня реально на складах есть порядка 170 лазерных измерительных скоростей к рукам, которые после ГАИ оставились. Но это если не введут видеофиксацию на дорогах. Район метро Дорогожичи. Место, где погонять любят, да и не на тот сигнал светофора проехать тоже. Здесь даже патрульные в прошлом году отличили, сбили женщину на пешеходном переходе. Все это сняла вот эта камера. Только представьте, в день она фиксирует до 6 тысяч нарушений. Но пока все не штрафа ради. Камеры на дорогах в Украине пока под запретом, как и так называемые письма счастья. Как его преодолеть? Задача для законодателей. Я знаю, что поток письм счастья будет через месяц, максимум через два, а остановлен судебной практикой. Потому что ни один судья не будет принимать решение, которое противоречит институции. Джипы в заторах и хаотично запаркованные обочины. Всего этого, привычного для украинского глаза, в Брюсселе нет. Тут самая популярная машина вот такая, двухколесная. В городе для велосипедистов все условия. Даже для таких неопытных, как я. Проложены не просто отдельные велополосы. Установлены даже велосветофоры. Да и проблем с велосипедом гораздо меньше, чем с машиной. Не страшны ни пробки, ни вот такие заполненные парковки. Для любителей промчаться с ветерком Бельгия точно не лучшее место. В Брюсселе допустимая скорость 50 км в час. Но есть улицы, где 30. Это возле школ и в спальных районах. Более того, такой неспешный режим в 30 км в час хотят установить везде. Превышать лимит допускается на 6 км. За чертой города на 9. Ну и самый больной вопрос для Украины – контроль. В Бельгии на дорогах есть и патрульная полиция, и целая сеть видеокамер. Нарушения здесь фиксируют преимущественно автоматически. Камеры наблюдения практически на каждом светофоре и въездах в тоннели. Фиксируют скорость, пристегнут ли ремень и пользуется ли водитель мобильным. Кроме того, во многих европейских странах действует система баллов. Такую безуспешно хотели внедрить и в Украине. Это когда за каждое превышение скорости водители насчитывают, например, 3 балла, а после 12 – лишают прав. В Бельгии такого нет, но санкции тоже весьма впечатляют. Если ехать с телефоном, штраф 110 евро, а за превышение скорости – очень высокий. Скажем, если превысить на 30 километров, то 300-350 евро, и на 2 недели забирают права. За ремень – 110, красный свет – 160. А за пьяную езду можно и в тюрьму попасть. Суровые наказания и хорошая система контроля дали свой результат. За последние 10 лет количество ДТП в странах Евросоюза уменьшилось наполовину. В отличие от Европы, здесь, в Соединенных Штатах, все куда более демократично. И водители обязаны руководствоваться не только правилами дорожного движения, но еще и, внимание, здравым смыслом. Не шучу, это в нормативных документах написано. Объясню, как это работает на практике. Вот, к примеру, на этой трассе, по которой мы сейчас движемся, ограничение по скорости 55 миль в час. Но если весь поток движется со скоростью 70 или, к примеру, 80 миль, то это не просто не нарушение. Ты обязан двигаться со скоростью потока, потому что это безопасно, потому что это логично, но и потому что это, в принципе, в рамках здравого смысла. Единых правил движения в США нет. У каждого штата они свои. Что касается скорости, на хайвеях это обычно 88 км в час. На фривеях, автомагистралях разогнаться можно даже до 120. В городской черте часто стоят знаки 25 миль. Это порядка 40 км в час. Но в Америке поступили мудро. Знак действует по часам. Горит под ним лампочка, значит, в ближайшей школе закончились занятия, сбавьте скорость. Дети на уроках. Знак пока недействителен. Нечего трафик задерживать. Камер, которые фиксировали бы скорость в Вашингтоне, немного, но только представьте, на всю столицу не более десятка. Есть еще интересное новшество в Нью-Йорке. Это камеры красного света. Помогают они бороться с проблемой, которая для Киева очень актуальна. Когда машины на перекресток выезжают, цвет светофора уже сменился. Если ты буквально на несколько метров пересек стоп-линию, то камера фиксирует автоматически и приходится ждать письма счастья. Рассылают их здесь массово на имя владельца авто. Даже если ты свою машину покататься кому-то дал, то и ответственность неси. Часто параллельно в потоке идет машина без опознавательных знаков. Сразу и не поймешь, что полиция. Но если видишь, что кто-то гоняет или подрезает, мгновенно достанут мигалку и прижмут нарушителя к обочине. Штрафы большие. И 100, и 200, и 350 долларов. Не заплатишь за месяц, удвоится. Ну а в принципе водить в Соединенных Штатах это действительно удовольствие. Потому что и водители очень вежливы, ну и дороги хорошие. И дистанцию большую на них держат. Это вот такой фирменный американский стиль вождения. Местные шутят. Что мол, если тебя подрезали, бывает такое хоть и редко. То это либо дипломат за рулем, потому что дипломата наказать и оштрафовать невозможно. Или турист. Вот сразу чувствуется, человек только приехал и не успел еще перестроиться. Ну и самое главное отличие американских копов от украинских полицейских. Полицию здесь учат, что их главная задача это вовсе не штрафы собирать и удивитесь. Не нарушителей ловить. А вот просто обеспечивать безопасность дорожного движения. Как будет в Украине дисциплинируют ли новые штрафы водителей? Заставят ли ездить аккуратнее? И самое главное, не коррумпируют ли патрульных? Пока сказать сложно. На большинство новаций должен дать согласие парламент. Но там ведь тоже немало тех, кто ездит не по правилам. Из Киева, Брюсселя и Вашингтона. Елена Зорина, Елена Абрамович, Дмитрий Анопченко, Марьяна Бурякова, Сергей Килимник и Вячеслав Ролов. Подробности недели в телеканал Интер.